всем доброе придоброе утро ну почему как только я собираюсь на пляж на улице пасмурно кстати вот этих соседей видите у них лампочка горит всю ночь горела лампочка не видимо включили и забыли наверху и у нас от этого света было сюда комнате светло и так классно обычно у нас здесь темно потому что света здесь никакого нет они вот видите где фонари горят то есть ниже чем наши комнаты квартиры вот так и свет к нам не попадает от этой лампочки было так все светло в доме вообще и вот они забыли пасмурно нет я сейчас поеду на пляж по-любому с чарли гулять я хотела после обеда на пляж поехать поиску искупаться может быть разойдется посмотрим мои цветочки показать смотрите фиалочка растет розы тут еще тоже растут бутончики вот распускается растет чё еще декабрист это вот дождик он у меня растет в общем пойду мне сейчас нужно подруги заехать кое-что передать и поедем на пляж что-то меня вот эту часть часть стоит дыбом не смывается краска представлять иголу каждый божий день мой не смывается обалдеть какая термоядерная мне сказал что она смывается на нефига не смывается в общем едем на пляж тишь да гладь божья благодать так тихо чарли только звуки какие-то издает странный да чарли чарли ты густо и тико там по-моему впереди автомобиль с ребенком движется посмотрим если бы было солнце то было бы жара невыносимая а так хорошо да точно едет папа и дочка на каком-то авто не или это мод все что-то с чем-то ужас для аллергиков смотрите видите сколько пыльцы там столько ос летает видимо эти елки цветут что ли не пойму разные смотрите здесь шишечками а здесь просто желтенькими цветочки интересно ну конечно пыльцы с них страсть вот а а а а а а и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вообще класс И народу много, кстати И солнышко выглядывает Жарко стало опять Так что, видите, я не зря говорила Что сентябрь самый лучший месяц Для Отдыха в Испании По крайней мере на юге Испании На севере, по-моему, там дожди уже идут Все такое А вот на юге То у нас жара Смотрите на Чарли, видите, он весь Попескуете, конечно, не очень Но Сейчас Мои сандалии полные набьются песка Такой песок Я не люблю такой песок Грязный, скажем так Ой, ну вообще Хоть прям ныряй Сейчас Чарли такой чудной Меня муж всегда забирает вот там Вот, мы когда приезжаем с ним гулять И вот там Чарли привык, значит Сейчас подъезжает туда машина Открывает дверь И он такой радостный бежит к этой машине Чуть ли не запрыгнул к ним в салон Я говорю, что куда? Иди сюда Ой, где он? А он подумал, что это муж приехал за нами И побежал к ним, представляете Я так горжала Вот как собака привыкает, да? Как быстро И такой, типа, встал Типа, в чем дело? Почему мы туда не садимся? Как это? Непонятно Куда дальше двигаемся? Ой, вот подумаешь, ведь собака, да? Чего бы там понимала А все равно, как все понимает Все прям вообще Я в шоке! Выглянуло солнце И такая духотища Просто невероятная Глаза потеют Прямо тут Нам осталось буквально, наверное, полкилометра И все Зашла в фруктовый магазин Иду к сестре У нее там два письма Она мне сообщила, что два письма нам пришли Вот Приходит все на старый адрес Письма И раз шла К ней зашла в наш фруктовый Там, конечно, одни марокканцы открыты сегодня Поэтому Там вот рядом с домом тоже есть один магазин Там один марокканец тоже в фруктовом магазине работает Но я как-то уже к этому привыкла Так что это Он сам мне говорит Сейчас так и говорит Сегодня без собаки? Я говорю Нет, с собакой я только после обеда Вечером захожу Потому что, говорю Я с ним гуляю И мне, говорю Удобно заходить сюда В общем, купила там сливы Один авокадо Манго спелый И персики Вкусные персики у него продаются Прямо это Редкость Я обычно никогда персики не покупаю А этот прям как-то вкусный, в общем, купила Теперь несу Но она не сильно тяжелая Такая движуха везде Что-то прям даже странно Несмотря на то, что все магазины закрыты Но вот кроме некоторых китайские открыты И марокканские А испанцы нет Испанцы все У них трудовой режим В воскресенье нужно отдыхать Как всегда в воскресенье Идем в бар Вот в этот Попить пиво с тапами Фу, солнце выглянуло Жара Мы уже договорились с сестрой, что в четыре Я за ней заеду И едем на пляж Потому что там все наши родственники В общем, там будет семейное сборище На пляже У нас тут уже вторая этапа Это паэя С безалкогольным пивом Всем приятного аппетита Это мясо в соусе Это пайос Это нут Со всякими там вкусняшками В общем Всем привет еще раз Я не поехала никуда с сестрами Я позвонила ей Она говорит, что уже уехала с другой сестрой Короче Освободилась Родственных обязанностей И буду гайфовать одна Смотрите Какой буду кайф получать Могла бы быть и потеплее водичка В общем, пойду окунусь пару раз И попринимаю витамин D Лето Ах, лето Уже дома хочу ананасик порезать Здесь у меня новый фильтр В пару раз надо Вот так, чтобы он прочистился Воду слить Помыла весь В общем В общем, вот так чищу И машинка стирается Смотрите Вот так смотрите 他 Пtan Подписывайтесь Ям - и Смотрите продолжение в следующей части. Она еще нормальная, потому что если она еще полежит, то она будет вялая, и ее почистить будет невозможно. Там арбуз ела! Вот. Это не носок, кстати. Если вы думаете, что это носок, это не носок. Это на руку надевать надо, ну, для суставов. Вот. Так буду сидеть. Там почти смонтировала. Тут телек. Потому что сейчас будет большой брат. Сейчас. Через 2 часа. Время всего лишь 8, представляете? В общем, зарядилась. Просто ее тут много. И тупо стоять на кухне и чистить, это как-то скучно. А я сейчас сериальчик включу. Знаете, какой смотрю? По вашим советам. Все как? Вы посоветовали. Белая королева. Смотрю исторически. Кстати, очень интересно. Мне понравился. Буду чистить и смотреть. Прям так хорошо сегодня. Не знаю, по-моему, незаметно, что я сгорела. Но солнце уже все равно не то, что летом. Потому что я даже 5 часов уже сидела без очков, считай. И уже не так жарила, вот как летом, когда невозможно. И вода для меня не так уж теплая. Прям даже, можно сказать, прохладная, холодная. Знаете, не с таким вот ощущением в воду заходишь, когда прям вот хочется скупнуться. Купалась и плавала для того, чтобы купаться и плавать. А не для того, чтобы вот прям жарко и хочется окунуться. Нет. Все-таки я жарколюбивый человек. Для меня 30 градусов. Это не 30, а 26, 28. Это уже, знаете, как бы не прохладно, но тепло. А вот именно жарко, когда 34, 36, это вот жарко. Но опять, жарко в том понимании, в хорошем. Не в том, когда люди, ааа, не могу ничего делать. А наоборот, я себя прям замечательно чувствую. Это вот прям нехорошо, 34 градуса, когда это вообще лафа. Нам на пляже, конечно, если что-то делать, то это да, все обтекаешь. Кстати, завтра мне нужно, хочу сходить в спортивный магазин Спринфилл. И посмотреть все-таки себе повязку какого-нибудь яркого цвета. Просто в декатлоне была только черная, которую я потеряла. Где, не знаю. Еще хотела заплатить штраф, но я его потеряла. Потеряла эту бумажку, я не могу ее найти, я все перерыла. Лежала вот там вот на столе штраф, специально, чтобы мозолить мне глаза, чтобы я знала, что его оплатить. Тут я приготовила деньги из своей, как говорится, знаете, когда платишь штраф, это как будто ты своего кармана достаешь деньги. И, в общем, потеряла. Но ничего. Вот столько я почистила фасоль. Опять ее сейчас в холодильник поставлю. И на днях приготовлю. Вот. А с вами буду прощаться. До завтра. Увидимся с вами завтра. Завтра у нас, как всегда, поход по магазинам. Вот. Искать вот эту вот повязку. В общем, все увидите завтра. Всего самого наилучшего. Продуктивной рабочей недели. И всем пока-пока.